Корея запретили есть собак. Что за зверь такой, Зеланд? Назад в будущее или возможно ли машина времени? Всем привет! В эфире Универ Новости, а в студии Гульшат Губайдулина. В культурно-спортивном комплексе Уникс состоялся торжественный концерт, посвященный древнеиранскому празднику Шаб-Эйалда. Участниками и гостями вечера стали учащиеся Казанского федерального университета. Мероприятие прошло при участии Генерального консула Исламской республики Иран в Казани Давуда Мирзахани, депутата Государственного совета Республики Татарстан, шестого созыва, председателя комитета Госсовета Татарстана по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Айрата Зарипова, проректора КФУ по внешним связям Тимирхана Алишева и других. Программа вечера была наполнена творческими номерами от иранских студентов. Свои поздравления и подарки в виде музыкальных композиций подарила молодежное движение национально-культурной автономии таджиков Республики Татарстан. Не новость, что традиции стран разнятся между собой, и порой нам сложно понять культуру другого народа. Такая история происходит и скорее, где существует давняя традиция употреблять пищу собак. Сейчас это скорее отголосок прошлого, однако закон, запрещающий разведение питомцев, нацеленный на употребление их в пищу, был принят только недавно. Подробнее узнавал наш корреспондент. С давних времен Южная Корея славится своей культурой и потреблением мяса собак. Наконец, власти страны обратили внимание на волну негодования среди местных и зарубежных активистов за права животных. Новый закон отныне запрещает их выращивание и торговлю для последующего употребления в пищу. Событие вызвало резонанс в корейском обществе, ведь необычная для нас пищевая традиция для некоторых граждан является способом заработка. Вообще нужно отметить, что употребление в пищу различных животных, растений, оно в историческом разрезе носит не только физиологическое значение для того, чтобы покушать, но и имеет определенное философское, иногда даже религиозное значение. Поэтому целый ряд народов употребление в пищу животных, оно носит более важное значение, нежели просто чисто физическое. Распространение этого решения вызвало различные реакции в обществе. Некоторые местные жители протестуют и отрицают факт культурного значения поедания собачьего мяса, ссылаясь на его долгую традицию, в то время как другие считают запрет правильным шагом в обеспечении благополучия и защиты животных. Против в первую очередь выступили фермеры и заводчики, ведь закон предусматривает закрытие и остановку предпринимательства. Считалось, что поедание в пищу мяса собак происходит в условиях засушливого периода времени. И вот когда происходила такая церемония, это считалось возможностью того, что закончится сезон засухи и наступит сезон дождей. И в этом смысле это была определенная жертва, которую приносили во имя появления дождя, во имя произрастания урожая. Стоит отметить, что из-за общественного резонанса правительство Южной Кореи установило до 2027 года льготный период для фермеров и заводчиков. Хотя закон предусматривает запрет на разведение собак на убой, а также разделку и распространение собачьего мяса. Людям, работающим в этой индустрии, будут выплачены субсидии, которые позволят им найти другую работу. Крылатый змей Зеланд – герой татарского эпоса и символ Казани. По легенде, на территории нынешней Казани в древние времена обитало множество змей и амфибий, а правилами – змейный царь Зеланд. Об истории становления символа и о том, с какого животного он был списан, узнаете в сюжете. В казанской мифологии существует несколько версий легенды о Зеланте. По самой популярной версии, чудовище наводило ужас на всех людей и разоряло земли. Наконец, нашелся храбрый богатырь Батыр, который вызвал змеи на поединок. Он убил змеиного царя, но и сам погиб в схватке. В память об этом изображение змея якобы появилось на ханском гербе. Сам зверь представляет из себя симбиозы из различных животных. Существо имеет голову дракона, туловище птицы, ноги курицы, хвост змеи, собачьи уши, красные крылья, острые зубы и темно-серые перья. В мифологии всегда фигурировали какие-то летающие рептилии, драконы. Когда видели этих животных на поверхности, то всегда считалось, что это знамение каких-то дурных событий, которые могут постичь этот регион. Почему? Ну, вообще, эти животные обитают на очень большой глубине, в каких-то подземных пещерах с водоемами, с речками подземными. И, конечно, на суше их мало кто видит. Обычно это приурочено к каким-то серьезным проливным дождям, когда реки выходят из берегов, когда наблюдаются какие-то селевые потоки, оползни. Зеланд не зря носит образ преимущественно рептилии, ведь территория Казани и республики на самом деле является домом для множества разнообразных видов змей и амфибий. Этому способствует расположение на берегах Волги и Казанки. Их можно встретить и в центральных водоемах города, но также и в своих частных владениях. Все они приносят пользу растениям и урожаю, уничтожая вредителей. Ну и жабы и лягушки — это представители огромного отряда бесхвостых амфибий. Вообще, надо сказать, что если мы попытаемся проанализировать, чем же отличаются жабы от лягушек, то если мы возьмем во внимание отечественные виды фауны, отечественных земноводных, там это сделать достаточно легко. А вот тропики, где разнообразие этих амфибий гораздо более обширное, уже достаточно сложно провести четкую границу между лягушками и жабами. Это два разных семейства, но они зачастую очень похожи друг на друга и внешне, и образом жизни. Но вот с нашими амфибиями гораздо все проще. Вот посмотрите, у нас здесь препараты наших достаточно обычных бесхвостых амфибий. Это вот озерная лягушка — одна из самых наших многочисленных видов лягушек. Если у вас возникает вопрос, как же такое маленькое животное, как жаба или лягушка, грубо говоря, стало прототипом величественного символа города. На деле и у лягушек, и у жаб есть ядовитые вещества, которые выделяют кожные железы. Только опасны они не для человека, а для насекомых. Они ловят гусениц, комаров и мух. Лягушка может совершать длинные прыжки вперед. Жаба находит пищу на поверхности почвы, где она собирает гусениц. И лягушки, и жабы полезны. И если они есть на участке, их нужно беречь. Дело в том, что у жаб достаточно плотная бугристая кожа, богатая большим количеством желез кожных. Но в принципе кожные железы характерны для всех амфибий. Изначально они появились для того, чтобы обеспечить кожу влагой. То есть слизь, которая смачивает кожу и позволяет амфибиям, кстати, дышать кожей. То есть у них наряду с легочным дыханием есть кожа. И вот дышать кожей можно только в том случае, когда она влажна. И вот слизистые железы, они изначально были как раз сформированы для увлажнения кожи. Для особых любителей амфибий и их разновидностей в Казани есть места, где можно найти большое скопление жаб и лягушек. Например, Лебяжье озеро наполнено пресноводными существами. А подробнее вы сможете узнать об этом в новом выпуске «Как так» на нашем телеканале. Валерия Карташова, Татьяна Еремина, Софья Чугунова, Хафиз Гараев, Универ Новости. Каждому из нас хотя бы раз в жизни хотелось вернуться в прошлое и исправить ошибки, которые по нелепой случайности потянули за собой целую череду событий. Фильмы и книги дали нам возможность представить себе существование машины времени, которая готова помочь переписать историю на свой лад. Однако на данный момент не представляется возможным исказить пространство и время и сделать вклад в свое счастливое будущее, изменив при этом прошлое. Картина ли это научной фантастики или кажущийся невероятным скорый успех ученых? Расскажем в следующем сюжете. С давних пор ученые и общество пытаются разгадать загадку, что же такое время и как его приручить. Согласно теории относительности, каждый объект воспринимает время по-своему. Оно течет для всех по-разному. Однако объяснить, почему так происходит, никто не может. Еще одним важным вопросом стало то, что мы до сих пор не встретили путешественников во времени. Ведь если машину времени смогли изобрести в будущем, то мы обязательно бы встретили временных туристов. Даже если бы им запретили вступить в контакт с нами, рано или поздно они бы допустили ошибку и раскрыли себя. Однако этого не происходит. Секрет в том, что никакого времени не существует в том понимании, которое мы себе представляем. Время — это всего лишь движение атомов. Они движутся, все вокруг меняется. Если взять все атомы и остановить, то время остановится. Если же взять и выстроить все атомы во Вселенной в то положение, в котором они были вчера, то мы попадаем во вчерашний день. Однако выстроить все атомы Вселенной в определенном порядке невозможно. А значит, изобрести машину времени тоже нельзя. Нет никаких четвертых измерений и кротовых нор. Есть только атомы наших тел и других объектов во Вселенной, которые находятся в постоянном движении. На данный момент нет никаких свидетельств. Ну, я исключаю научно-фантастические романы и так далее, и фильмы. Никаких свидетельств, которые говорили бы о нарушении хронологии. Поэтому, почему это невозможно? Ну, потому что природа пока вот устроена так, что она запрещает такие путешествия. Возможно, на каких-то масштабах, допустим, микроскопических масштабах временные петли и возможны. Но для этого нужны новые исследования. Альберт Эйнштейн первым описал время как четвертое измерение. Он считал, что оно движется только вперед, но при этом относительно, то есть, может течь с разной скоростью в разных условиях. Если вы будете двигаться со скоростью света, то для вас оно замедлится в сравнении с тем, кто стоит на месте. Но согласно расчетам физика, ваша масса при этом должна быть бесконечной, а длина нулевой. Чего добиться нереально. Главный принцип – это наличие петель во времени. То есть, движение по времени должно замыкаться в какой-то момент. Для того, чтобы мы могли, двигаясь во времени вперед, возвращаться в начальную точку. Теоретически, такие результаты, такие возможности есть теоретически, но при этом есть и другие законы, которые запрещают существование петель времени. Поэтому тут вопрос сложный. И на самом деле в теоретической физике исследования продолжаются, но в исследовании упираются в наличие важных законов, точнее говоря, гипотез, которые запрещают существование петель времени. Машина времени – это устройство, с помощью которого в теории можно было путешествовать во времени. Однако ученые понимают под ней не физическую машину или механизм, как в кино, а искривленное пространство в время. Внутри нее можно перемещаться из одной точки пространства времени в другую за счет сфокусированных гравитационных полей. Но такие поля должны быть супермощными, а управлять ими нужно с максимальной точностью. Подобная технология описывается учеными как невозможное, и вернуться назад во времени человек не сможет. Скорее всего, никогда. 15 декабря в Казанский федеральный университет с визитом прибыл генеральный консул Турецкой республики в городе Казань Угур-Еумас. Гостью провели экскурсию по Институту международных отношений, где познакомили со структурой обучения студентов и работы университета. На встрече обсудили вопросы взаимодействия и сотрудничества между Казанским университетом и республикой, а также перспективы развития в рамках соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. На сегодняшний день Турция вошла в число лидеров по количеству совместных предприятий, действующих на территории Татарстана. Недавно в издательстве «Паулсон» выпущен сборник интервью «Разговоры за жизнь. Как устроены мы и жизнь вокруг нас». О достижениях ученых Казанского федерального университета в области регенеративной медицины, генной и клеточной терапии рассказал в одном из интервью руководитель Центра превосходства «Персонифицированная медицина», руководитель научно-исследовательской лаборатории генной и клеточной технологии Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, член-корреспондент Академии наук Республики Татарстан Альберт Резванов. «Разговоры за жизнь. Медиа» – проект Сколковского института науки и технологий Российского научного фонда, объединивший более 30 интервью с ведущими мировыми учеными, изучающими жизнь в разных ее проявлениях и на разных уровнях ее организации. С 14 февраля в Казанском федеральном университете стартует карьерный ивент-мероприятие. О том, куда сходить и что посетить, рассказал руководитель Центра по организации временной занятости, обучающихся Наиль Вяльшин. Первым профориентационным мероприятием в новом году станет онлайн-маркет-вакансий. Он пройдет 14 февраля на платформе «Факультетус». На этой же платформе 11 и 12 марта состоится онлайн-марафон по написанию и подготовке резюме. На этом все. В студии была Гульшат Губайдулина. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!